Днём в понедельник ивановцы наблюдали, мягко говоря, необычную картину. На проспекте строителей живой тигр вышел прямо на проезжую часть. Эксцесс попал на камеру мобильного телефона. Инцидент привлёк внимание СМИ, общественников, зоозащитников и правоохранителей. Информация, отражённая в видеоролике, размещена на сети интернет, зарегистрирована в установленном законном порядке. И сейчас сотрудники полиции проводят проверку. На записи видно, как дикое животное сначала сидит в автомобиле, судя по всему, кабриолете, а после вырывается из рук владельца и идёт по дороге. К счастью, представитель кошачьих не успел разогнаться и через считанные секунды был остановлен хозяином. У пользователей соцсетей сразу возник закономерный вопрос. Кому на самом деле принадлежит зверь и связано ли случившееся с гастролирующим шапито? Администрация цирка заявила нашему телеканалу, что никакого отношения к бродячему тигру не имеет. Я только сегодня это всё увидел, к сожалению, к своему большому стыду, в общем-то, да, что до меня дошло это всё только сегодня. Вот, ну и что мы сделали? Ну мы этого тигра забрали себе, на самом деле. Забрали себе, накормили, напоили, цирку определили. Острая реакция последовала от ивановских зоозащитников, осудивших владельцев животного. По их словам, перевозка дикого зверя в легковом автомобиле с открытым верхом без клетки заставляет задуматься о разумности хозяина. Тигр мог и покусать, мог и сам погибнуть. Это ведь могло возникнуть в момент активного потока автомобилей. Я так считаю, что это незаконное действие, поскольку он оказался в обычном автомобиле без намордника, то есть это кто-то его завёл как котёнка просто. Это нужно исключить вообще из опыта людей. Это уже не первый случай в регионе, когда экзотическое животное оказывается без присмотра. В декабре позапрошлого года гастролирующий цирк оставил в Вичуге верблюда на привязи. Чтобы искоренить подобное отношение к четверонодиям, был принят закон, регулирующий ответственность за жестокое отношение к животным. Закон был принят буквально в прошлом году, 27 декабря. И этот закон, 498-й, как раз о защите прав животных. Благодаря этому закону сейчас действительно люди могут отстаивать права животных на законном основании. Не только права диких животных, потому что закон как раз регламентирует перечень животных, пригодных к содержанию. И в перечень животных как раз-таки не попадает семейство кошачьих, не попадают хищные животные, которые во взрослом возрасте достигают веса более 20 килограмм. Запрет на содержание в домашних условиях диких животных в новом законе действительно есть. Правда, отдельное положение, которое это регламентирует, вступает в силу только со следующего года. Поэтому правоохранителям еще только предстоит установить личность хозяина и решить вопрос об ответственности за ненадлежащее содержание опасного питомца.